Всем привет дорогие друзья! Сегодняшний наш обзор будет посвящен устройству, которое действительно должно быть у каждого в домашней аптечке. Речь пойдет об инфракластном термомике Medica Plus Thermocontrol 7.0, который может измерять температуру не только взрослого ребенка, но также делать замеры любой поверхности в диапазоне от 0 до 100 градусов по Цельсию. При этом обладает памятью на 40 последних результатов и с точностью 0.2 градуса по Цельсию. Поставляется в фирменном кульке, где помимо самого термометра находится гарантийный талон. Срок гарантии составляет 2 года. Прибор не только изготовлен по японской технологии, но и имеет заключение державно-санитарно-эпидемической экспертизы для использования в медицинских учреждениях. На упаковке расписаны все основные возможности термометра и технические характеристики. Внутри находится инструкция и сам термометр в четвертой для хранения. Инструкция понятна и с переводом на множество языков. Чехол для хранения транспортировки с логотипом пкани Medica Plus очень приятный на ощупь. В верхней части у нас расположились две затяжки для предотвращения выпадения термометра. Этот термометр создан с использованием новейших технологических разработок, что мы видим во внешнем виде термометра. В верхней части термометра расположился ЖК-дисплей с подсветкой, кнопка выбора режима измерения температуры, она же кнопка перехода в память устройства и кнопка измерения температуры. Кроме этого, дисплей своим цветом уже может подсказать, все ли с вами ок. Если цвет подсветки зеленый, температура в норме. Норма считается от 32 до 37,5 градусов по Цельсию. Желтые сигнализируют о том, что незначительное повышение температуры у нас таки имеется в диапазоне от 37,6 до 38 градусов по Цельсию. Красный уровень подсветки сигнализирует от критической температуры тела диапазон 38,1 до 42,9 градусов по Цельсию. В обычном режиме или при измерении температуры объектов подсветка бело-голубая. На обратной стороне термометра расположился отсек для двух батареек 3А, мини-пальчиковый. Тут же расположен небольшой переключатель на градусы Цельсия или Фаренгейта. Термометр может измерять температуру не только бесконтактно, но и контактно. Для этого его оснастили термодатчиком последнего поколения. Для измерения температуры тела в ушной раковине у младенцев защитный колпачок необходимо снять и следовать инструкции по измерению. Достаточно плотно надевается. На дисплее мы видим не только выбранный режим пентограмма взрослого, ребенка, ушной раковины или домика. В нижней части температура, которая была при прошлом измерении, это довольно удобно для понимания падать или растет температура. В центре текущая измеренная температура тела или поверхности. Выбранный режим запоминается прибором и переключается кнопкой под дисплеем. Автоматически дисплей тухнет спустя около 5 секунд. Для включения нажимаем кнопку измерения температуры и остаемся на том же режиме. Для обеспечения минимальной погрешности при измерении температуры прибор имеет 4 режима измерения температуры. Первый режим измерения температуры тела взрослого человека. Так как у детей физиология немного другая, чем у взрослого, банально плотность кожи, потоотделение и даже толщина лобной кости, есть режим измерения у детей. Третий режим измерения температуры в ушной раковине у младенцев. И самый последний режим назовем бытовой. Измерение температуры различных предметов, еды или, например, воды. Будет актуально при готовлении детской смеси для кормления. При длительном удержании кнопки под дисплей мы попадаем в память устройства. Телометр способен запоминать до 40 последних измерений и отображать их. При длительном удержании кнопки измерения можно перейти в бесшумный режим, отключив бип после измерения. Это будет удобно при измерении температуры ребенка, чтобы ночью его не будить писком прибора. Измерение происходит буквально в течение одной секунды и показатели довольно точно. Я испытал довольно много термометров, и целом могу сказать, что данный термометр действительно имеет погрешность 0,2-0,3 градуса по Цельсию. А не так, как в других моделях, где при изменении температуры со лба можно получить легко температуру 34 градуса. Делаю контрольный замер температуры с помощью старого проверенного годами работы ртутного термометра. Как видим, моя температура составляет 36,6 градусов по Цельсию. Делаем тест температуры инфраструктурного термометра со лба. Как видим, температура 36,8. Сделаю три контрольных измерения. Между измерениями рекомендуется делать паузу в 10 секунд. 36,7. И 36,7. Как видим, моя температура в пределах погрешности прибора 0,2 градуса по Цельсию. Можно проводить измерения не только со лба, но и с ладони или руки. Но при этом погрешность может быть выше. В целом, я доволен данным термометром. Действительно, результат измерения очень точный. К плюсам от лицу подсветка, у которой позволит даже ребенку понять, что с ним все ок или нет. Возможность измерения температуры в различных предметах так вообще плюс. Вот видите, 46,7 измерил. Мне это, откровенно, не хватало в свое время. Когда ночью готовишь ребенку смесь для еды, вода должна быть сугубо определенной температуры. И в покупке могу рекомендовать. Вам всем желаю температуру 36,6. Не болеть ни вам, ни вашим родным, ни близким, ни знакомым. Не забывайте также подписываться на телеграм-канал. Ссылка в описании. Ссылка на прибор и официальный магазин тоже в описании под видео. Ну и всем спасибо. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok